Ситуация на Северном Кавказе стала сегодня центральной темой Совета Безопасности. Владимир Путин заявил, что положение дел там улучшается слишком медленно. Сохраняется террористическая угроза, процветает коррупция. Только в нынешнем году выявлено 6,5 миллиардов рублей хищений. Борьба с этим ведется, но ее необходимо активизировать. Дмитрий Петров о поручениях президента. На расширенные заседания Совета Безопасности, кроме обычных для такого формата министров силового блока и руководителей ФСБ и внешней разведки, президент пригласил сегодня своих полпредов и едва ли не половину состава Кабинета министров. Главная тема развития Северного Кавказа. И судя по силам, которые Путин готов привлечь, работы в ближайшие годы хватит всем. О том, что происходило в регионе еще совсем недавно, Путин говорит в прошедшем времени. Но он до сих пор помнит, какое впечатление произвел на него первый визит в тогда еще воюющую Чечню. Прилетели на вертолете, вышли и встречались с местными жителями в школе. От школы ничего не осталось, кроме стен. На вопрос, проходит ли здесь занятие, сказали, конечно, нет. Сидеть даже не на чем. Парт нет. Вот до такого состояния была доведена инфраструктура в некоторых регионах. Международным террористам не удалось создать плацдарм на Северном Кавказе. Все благодаря тому, считает Путин, что усилия федерального центра поддержали местные жители. Но окончательно, по словам президента, угроза еще не устранена. На обеспечение правопорядка и общественной безопасности нужно мобилизовать все силовые структуры. Улучшить координацию, качество и результативность их совместных усилий. Искать новые методы в борьбе с терроризмом, экстремизмом, криминалом. Контртеррористическая операция завершилась 4 года назад. Но положение дел на Северном Кавказе улучшается слишком медленно, дает оценку Путин. Велика безработица, не хватает жилья, поликлиник, детских садов и школ. Настоящим бедствием стала коррупция. Только за полгода выявлено более полутора тысяч преступлений. Обнаружено хищение на 6,5 миллиардов рублей. Такая обстановка на руку зарубежным недоброжелателям. Их попытки расшатать ситуацию в регионе надо пресекать самым решительным образом, ставит задачу Путин. Мы будем и впредь жестко реагировать на нарушение прав и свободы человека на Северном Кавказе, привлекать к ответственности виновных. Но мы также не должны оставлять без внимания огульные обвинения в некоторых зарубежных средствах массовой информации, докладах международных организаций о повсеместном нарушении, так называемом повсеместном нарушении прав граждан на Северном Кавказе. За собой пусть посмотрят, прежде всего. У них у самих там полно нарушений. На размещение необъективной, тенденциозной информации о Северном Кавказе неприемлемо. Тем более разжигание национал-сепаратистских настроений. Совбез одобрил сегодня основные направления государственной политики на Северном Кавказе. Первое и самое важное – ускорение социально-экономического развития. В Ингушетии построили один из крупнейших в стране мукомольных заводов. Мясоперерабатывающие производства в Чечне и Кабардино-Балкарии, цементные заводы в Дагестане. Это только несколько примеров. Но новых предприятий должно быть еще больше. Так же, как и объектов социальной инфраструктуры. Приблизительно, где-то это около 40 миллиардов рублей. Тот параметр на три года, о котором сегодня идет речь. Из которых, я вам честно могу сказать, что значительная, понятная часть средств – это средства на развитие социальной инфраструктуры. Это как раз средства детских садиков, дошкольных учреждений, школ и так далее. Новую программу развития Северного Кавказа правительство представит президенту уже через две недели. Дмитрий Петров, Петр Равнов, Сергей Довгалий, Андрей Бараукин. Вести из Нового Агарева.